Четыре яруса установлены вручную, а с пятого яруса помогает техника. Сейчас мы попробуем и узнаем, насколько сложно это. 23 ноября закончится монтаж всех ярусов, а уже 24 ноября ёлка будет декорирована игрушками. Главным её украшением станет символ города-курорта Макнолия. Высота праздничного дерева достигнет 23 метров. На нём закрепят 2023 ветви ели. Работы ведутся круглосуточно в две смены и завершатся уже в эту пятницу. Стараемся по максимуму собрать более в ускоренном режиме, для того, чтобы, скорее, пока у нас ещё хорошая погода на курорте, сделать детишкам приятное. А это уже другая локация – площадь перед Сумом. Новогодняя ель здесь уже во всей красе. Прохожие то и дело фотографируют её. Ну и себя, конечно. Возможно, именно так появляется новогоднее настроение. Не рано ли установлена ёлка? Нет, для настроения хорошо. А как вы поднимаете себе настроение новогоднее? Новогоднее? Ну, наверное, какими-то покупками, радости, парфюмом. Очень даже вовремя. Единственное, что я пятый год живу в Сочи. И каждый раз, когда вот наступает такая пора, я иду, что-то украшают, что-то наряжают. Потом захожу в кафе, вижу объявление, принимаем заказы на новогодние праздники, и у меня ломается мозг. Я вспоминаю, что осталось полтора месяца до Нового года, и надо уже покупать подарки. Нет, совсем не рано нарядили ёлку. На самом деле, я считаю, что где-то действительно с конца ноября уже люди начинаются готовиться к Новому году. Потому что это самый светлый, самый чистый праздник, на который мы возлагаем все-все надежды. До Нового года осталось чуть больше месяца. На самом деле, это не так много для того, чтобы успеть закончить всё намеченное в уходящем 2022-м и подготовиться ко встрече нового 2023-го. Ксения Синявская, Дмитрий Петрий. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова